Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам тренировку взрывной силы в контексте вертикального прыжка. Это будет самая лучшая тренировка, которая направлена именно на вертикальный прыжок, на нашу с вами цель. Никакие взятия штанги на грудь, толчки с груди, метание митбола или махи гирей тут даже рядом не стояли. Если честно, то вот эти перечисленные упражнения почти никак не влияют на увеличение вашего вертикального прыжка. Если вам есть что сказать по этому поводу, напишите в комментариях. Наша цель прыжок, поэтому нам нужно прыгать. Прыгаем, проявляя максимальное усилие в каждом повторении. Сегодня я буду выполнять данки с места. Одновременно нарабатываю навык, ну потому что я прыжок с места буду использовать преимущественно в данках с места, ну и в вертикальном касании. Во время прыжка я перемещаю свой центр тяжести вертикально, а во время взятия на грудь я перемещаю штангу, а мой центр тяжести стоит на месте. Понимаете, о чем я говорю? Точно, я же не сказал. Вся тренировка будет состоять из двух упражнений. Первое упражнение вы видите сейчас. Это полный вертикальный прыжок с фазой опускания и максимально мощным подъемом. Это было первое упражнение. Выполняем его по три повторения в подходе. Пауза между повторениями примерно 5 секунд и 6-10 рабочих подходов, чтобы в сумме было от 18 до 30 повторений. Еще раз скажу, не перестану вам это повторять. При этом каждое повторение должно быть реально на 100% мощным. Второе упражнение. Будут те же самые данки с места, только с паузой в нижней точке. Пауза примерно секунда-полторы. Пауза нужна для того, чтобы проявлять только взрывную силу без помощи упругости. Если у вас пока что не получается забивать сверху, то просто прыгайте до кольца. Это упражнение также выполняем по три повторения в подходе от 6 до 10 рабочих подходов. В общей сложности у нас получается от 36 до 60 максимально мощных повторения. 6-10 подходов это такой коридор. Если вы чувствуете себя сегодня вяло или ваш уровень физической подготовки низкий, что вы очень быстро закисляетесь, то выполняйте всего 6-7 подходов. Если у вас высокий уровень физической подготовки, вы свежие, то выполняйте все 10 подходов. Ни в коем случае не допускайте закисления. Это тренировка максимальных усилий. Мы тут тренируем нервно-мышечную связь. Закисляться мы будем на ОФП тренировках, когда мы будем тренировать нашу мышечную массу. А на всех силовых и скоростно-силовых тренировках не нужно допускать закисления. Вот так, друзья. Пишите свои вопросы по поводу данной тренировки в комментариях. Также не забывайте подписаться на мой канал вот здесь и посмотрите мое предыдущее видео. Ну и как всегда, любите то, что вы делаете. Тренируйтесь грамотно и тренируйтесь в удовольствие.